Всем привет, с вами Егор Фермер. Недавно я рассказывал вам историю своих результатов, своих успехов, как я пришел к той точке, к которой пришел. И вам эта история очень понравилась, поэтому я решил сделать вторую часть и рассказать вам о своем самом главном факапе в жизни. Ситуация, из-за которой я потерял больше 40 тысяч долларов. Поэтому, блогеры, лайки ставим, на канал подписываемся. Погнали! На самом деле у меня были убыточные проекты, каналы, которые я запускал, в которые вкладывал свое время, свои деньги, ресурсы и так далее. И, короче, они не окупались. Ну, это не страшно, ничего с кем не бывает. Ну, потратил время и потратил. Забил, пошел дальше другую нишу снимать. Но та история, которую я вам расскажу, она просто, ну, все напрочь перечеркивает. История, о которой я вам сегодня поведаю, в разы хуже, чем любой сценарий, который вы можете себе представить. Нет, у меня не удалили канал. Нет, его не заблокировали. Нет, все было гораздо интереснее. Я ее расскажу вам просто для того, чтобы вы понимали, что вас примерно ждет, когда вы начнете свой путь на американском Ютубе. В какие тупиковые ситуации точно не стоит заходить. Какие есть все-таки подводные камушки вот этого самого американского Ютуба, про который, ну, все рассказывают. Хотя, на самом деле, не такой уж он американский. По факту, это англоязычный Ютуб. Но я не буду сейчас прям душнить, просто имейте это в виду. Так вот, я нашел огненный тренд, прям максимально крутой. Он был на взлете. Тренд назывался паркур. Ну, вот знаете, как в детстве по гаражам лазили. Вот что-то наподобие, только посовременней, поинтересней. Значит, главный герой одевает на себя костюм Супермена, Спайдермена, Бэтмена, кого угодно. И идет убегать от каких-нибудь преступников. Все это записывается в формате такого паркур-видоса от первого лица. И такие видеоролики в тот момент на Ютубе набирали, ну, миллионы, десятки миллионов просмотров. Я думаю, нихрена себе, прикольная темка. Тем более, что я люблю снимать что-то с камерой. И я думаю, так, а как я могу, ну, в принципе, это реализовать? Что мне для этого нужно? Паркурить я не умею. Я не особо спортивный человек был в тот момент. Да и сейчас тоже в целом. Ну, это другое. Я думаю, так, нужно это срочно снимать, потому что огромные просмотры, огромный поисковой трафик, перспективы, возможности. Я такой, так, все, я это сделаю, во что бы то ни стало, и начал искать вариант. Я поспрашивал среди своих знакомых, есть ли где-то паркуристы, трейсеры. Да, это, оказывается, называется трейсинг, когда человек лазит по крышам, бегает и так далее. Никого не призываю этим заниматься, это ужасно и опасно. И тут мне в голову приходит, ну, как бы, гениальная идея. Я думаю, так, я сейчас возьму, найду чувака, который уже ведет канал по паркурам, ну, допустим, там, на русском Ютубе, и предложу ему сделать коллаборацию. Мол, смотри, я продюсирую каналы, давай вместе с тобой сделаем канал, ты будешь паркурить, бегать, а я буду это все на Ютубчик загружать и продвигать. Он говорит, да, без проблем, я показываю ему тематику, говорю, смотри, вот какие просмотры, вот что нам нужно, покупаю ему за свой счет костюм, отправляю в его город, он жил не в моем городе, типа, там, дней 7 доставка с деком шла, короче. Я такой думаю, ну, что, ради контента можно и потерпеть. При этом была осень, нужно понимать, да, то есть, очень дождливо, холодно, мы с ним подождали целую зиму, пока все это закончится, утрясется, и уже там плюс-минус весной-летом начали работать. Ему доехал костюм, можно снимать, он отснял первый видеоролик, примерно, чтобы вам не соврать, где-то спустя месяц, два или три, вот, все это очень долго тянулось, я постоянно его задалбывал, говорю, ну, где видос, ну, когда вы будете снимать, ну, что, ну, как, ну, как, ну, как, и вот все время это все переносилось. Я думаю, ну, ладно, ради контента, опять же, можно и потерпеть дважды. Собственно, после чего видеоролик заснят, все круто, он мне его скидывает, я говорю, чувак, все зашибись, очень нравится, очень интересно, отправляю это все своему монтажеру, который в тот момент у меня работал, сейчас так получилось, что этот монтажер является достаточно крупным ютубером в русскоязычном ютубе, набирает просмотры, но раньше он делал просто невероятные монтажи, да и, в принципе, сейчас тоже круто делает, поэтому с ним я на постоянке работал, скидываю ему задания, и он такой, слушай, Егор, ну, в конце тут можно добавить двигающийся поезд, какие-то спецэффекты, я говорю, пожалуйста, делай, просто фигач, мне все нравится. Ролик готов, паркур, спайдермен, все есть, осталось его просто загрузить. Я захожу, значит, на ютубчик, создаю канал, регистрирую, такой, так, окей, под какой тренд мне оптимизировать? А под какой же еще? Конечно же, под спайдермена. Беру, значит, загружаю видос в стилистике спайдермена, все хорошо, ролик на канале, и на нем пока что не идут просмотры. Ну, от слова совсем, то есть, они никак не поступают на канал, я думаю, ну, наверное, тема мертва, все как бы, да, но оказалось, что нет. Просмотры начали потихонечку на канал капать, вот они капают, 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 и тут, хопа, 10 тысяч просмотров, раз, 100 тысяч просмотров. И возникает вопрос, ну, а где же здесь подвох? Почему ты деньги-то потерял? Ну, окей, купил там тысяч за 10 этот костюм, что-то отправил вот туда-сюда. Где история? А история, друзья мои, заключается в том, что потом это видео начало очень сильно стрелять, и набирать уже даже не десятки и сотни тысяч просмотров, миллионы, миллионы просмотров, друзья мои. Если я не ошибаюсь, там сейчас больше 50 миллионов просмотров по итогу на этом ролике. И я такой в какой-то момент думаю, нихрена себе, как ролик стреляет, так это же получается, надо вторую часть снимать, третью часть, четвертую делать. Пишу, значит, нашему паркуристу, говорю, смотри, ролик стреляет, все круто, надо делать. Он такой, ну да, да, в целом надо, в целом можно поделать. И по итогу вся эта история тянулась еще несколько месяцев. То есть он просто не выходил на связь, не снимал видосы. Я думаю, ну что, придется найти другую команду. Ищу другую команду, нахожу в своем городе уже трейсеров, паркуристов. Предлагаю им, ребята, нам с вами надо делать крутейшую коллаборацию. Делаем с ними коллаборацию. И что по итогу получается, да? Я пытаюсь как-то подать заявку на монетизацию на этом канале, в надежде того, что я все-таки могу сейчас это все заработать, монетизировать круто. И по итогу ее отклоняют. Занавес. Вот так вот просто монету на канале отклонили. Что в этой ситуации делать, я не знал. Просто вообще не понимал, почему ее отклонили. С одной стороны, причина дублирующий контент. Но как он может быть дублирующим, если я сам лично, ну вот самостоятельно взял и снял это видео? Ну окей, не совсем сам, конечно, но суть вы поняли. Это полностью оригинальный ролик. Там оригинальная нормальная музыка используется, без авторских прав. В чем может быть проблема? Я начал изучать подробнее этот вопрос. Пытался восстановить монетизацию всеми возможными способами. Белыми, серыми, даже черными немножечко. Пытался снять еще больше роликов на канал. Может быть, как-то это повлияет на ситуацию. Снимал видео со своим лицом. Мол, смотрите, вот я автор этого канала. Я сам записываю эти видеоролики. Но Ютубу было абсолютно насрать, он эту монету отклонял и как бы все. Собственно, что в такой ситуации я дальше начал делать? Пытался создать другие похожие каналы, переливать трафик. Но поскольку прошел реально уже год с начала этой идеи и до этого момента, уже поезд ушел, уже было нечего делать просто. Ну уже никак. Уже все, уже миллион таких каналов появилось, ниша упущена. И просто деньги прошли, по сути, мимо меня. Вот так. Монеты на этом канале нету до сих пор. Особенно трудно было на это смотреть, когда я жил в Москве, когда мне нечего было просто кушать, когда я вижу на своем канале статистику в миллион просмотров за 48 часов и деньги как бы взять эти я не могу. То есть как бы смотри, но не дергай. Да, вот смотри, но не трогай ни в коем случае. Нет, 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 никогда. Просто наблюдая, облизывайся вот слюной вот этой, знаете, обливайся. Но не забирай деньги. Было очень тяжело, я вам так скажу, потому что основные каналы денег тогда еще особо не приносили. Тут трафик есть, но денег нет. И я был в полном шоке. По факту, если бы этот ролик приносил мне монетизацию, я бы заработал реально больше 40 тысяч долларов с него. Итак, какие выводы мы можем сделать из этой интересной и поучительной истории, дорогие мои подписчики? Во-первых, контент должен быть уникальным. То есть там не должно быть в основном, знаете, типа вот каких-то спайдерменов, персонажей и так далее. Желательно этого всего избегать, потому что Ютуб, особенно на этапе подключения монеты, ну как бы такое не любит, знаете. Потому что для него это вот как ролики для детей, знаете, где какой-нибудь спайдермен тусуется с какой-нибудь принцессой из Диснея. Ну, если вы понимаете, о чем я, да. На черно-оранжевом Ютубе таких видосов было очень много. Так вот здесь примерно та же ситуация. Ютуб думает, что этот контент четко для детей. Тогда какого хрена спайдермен в ролике для детей? Делает опасные трюки, опасные движения, прыгает с крыши на крышу. И вот здесь второй вывод. Не делайте опасный контент. Ну, и, собственно, третья проблема. Канал изначально был без монетизации. Что это значит? Нет траста, нет доверия каналу. По факту, Ютуб имеет право вообще не давать монетизацию. Ну, как бы так. Если бы я изначально взял канал с монетой, то, возможно, таких проблем бы и не было. Сколько на Ютубе еще существует подводных камней, друзья мои, на самом деле очень много. И каждый из них это вот как, ну, знаете, грааль. Вот прям грааль, который нужно поэтапно разбирать, почему вот это произошло, а почему это не произошло. Вот таких нюансов реально дохренища. Поэтому, когда я делал свое обучение, свою онлайн-школу Ютуб Фермеры, я старался вот эти все нюансы затронуть, чтобы люди понимали, что им реально делать. Куда им точно не стоит лезть, а что, наоборот, где нужно газкуб поддать. Поэтому ссылку я в описании оставлю. С вами был Егор Фермер. Переходите в мою онлайн-школу. У нас уже начался третий поток. Давайте с вами работать вместе. Всем пока!